Госдума России приняла во втором и третьем чтении запрет на использование телефонов на уроках даже в образовательных целях. Новое правило вступает в силу 1 сентября 2024 года. О новом законопроекте мы поговорим с директором 5-й гимназии Мариной Геннадьевной Кулишкиной. Добрый день, Марина Геннадьевна. Добрый день. Как вы считаете, реально ли полностью отказаться от телефонов в школе? Полностью отказаться в учебных целях однозначно реально и нужно. Мы, в принципе, никогда особо телефоны в учебных целях и не использовали. И они необходимы, необходимость однозначно в них отсутствует. Они только мешают, потому что живое слово учителя, общение однозначно должно быть в школе не более того. Что касается каких-то перемен, может быть, после уроков, когда ребенок идет на какие-то дополнительные занятия или куда-то, допустим, со своими одноклассниками, конечно, телефон нужен, потому что родители должны осуществлять своевременный контроль, где находится их ребенок. Получается некая двоякая позиция, потому что, например, активно используется дневник РУ, это платформа, которая в интернете. Некоторые домашние задания задаются в Я-классе, да, то есть ребенок, не только домашние задания, а вообще задания задаются на каких-то определенных интернет-платформах, где телефон необходим. Как быть с этим? Вы знаете, к сожалению, два года мы все знаем, мы находились в условиях пандемии, было дистанционное обучение, и без электронных ресурсов, конечно, мы не обошлись бы и полноценно бы не могли осуществлять образовательный процесс. Но это же можно делать и без телефона, через ноутбук. Почему обязательно телефон? Наоборот, через ноутбук наиболее удобно, да, и телефон здесь, я думаю, только мешал. Хотя электронный дневник, родители, конечно, получают информацию при помощи своих телефонов сразу, и имеют полную информацию о том, что происходит в школе, как учится их ребенок. А необходимость, чтобы ребенок имел эту информацию, ну, такой необходимости в школе нет. Дома, пожалуйста. Ребенку уже интересно посмотреть свои оценки, пока он находится в школе, подойти к учителю, чтобы, например, что-то спросить, почему такая оценка, или что-то исправить, попросить возможность что-то исправить. Смотрите, во-первых, оценки всегда озвучиваются на уроке, то есть в конце урока учитель всегда говорит те оценки, которые он выставляет в электронный журнал. Если так случается, в чем я очень сомневаюсь, что после урока выставлены какие-то отметки, а ребенок их увидел вечером, всегда можно прийти на следующий день и поинтересоваться у учителя, за что выставлена эта отметка. Хотя там прописывается, в электронном журнале четко написано, это контрольная работа, это самостоятельно, это какой-то тест. Это всегда можно прочитать в электронном журнале. Поэтому, я думаю, здесь полная информация, необходимости узнать на перемене, что выставлена такая оценка. Я думаю, такой необходимости нет, да и времени на это нет. Пока ты перешел с одного урока на другой, приготовился к уроку, развенел звонок, следующий урок. Закон подразумевает отказ от всех гаджетов, в которые вставляются сим-карты, то есть телефоны, планшеты, смарт-часы в том числе. Но при этом разрешены школьные ноутбуки, компьютеры, интерактивные доски. Но у школ нет же возможности обеспечить каждого ребенка ноутбуком, например. Вот вы вспомнили времена пандемии, когда каждый ребенок должен был иметь выход в интернет. А школа не может обеспечивать каждого ребенка техническими средствами. Получается так, что ребенок должен иметь смартфон, но при этом использовать его в школе нельзя. Так же получается, потому что школы закрываются на карантин, например, но при этом задания продолжают задаваться. Та же самая пандемия. Я тут немножечко не согласна. Смотрите, если речь идет о образовательном процессе в школе, когда у нас все хорошо, нет никакой пандемии, мы достаточно обеспечены, как и любое другое учебное заведение, и интерактивными досками, и ноутбуками. У нас ноутбуки подключены через телевизоры, в каждом кабинете эта система работает. И других ресурсов нам не нужно. У нас все это соединено в локальную сеть, и мы спокойно работаем. Что касается дистанционного обучения, если такое все-таки случится, или как это было в предыдущие годы, мы всем желающим по заявлению родителей выдавали школьные ноутбуки, и ребенок имел доступ спокойно работать. И если проводился полноценный урок, естественно, в рамках учебного процесса, ребенок также выходил и общался с учителем, с классом. У школы была возможность обеспечить всех нуждающихся? Была. То есть никому отказано не было. А вот этот законопроект, мне кажется, что он связан еще и с тем, чтобы как-то обезопасить учителя от каких-либо провокаций. Какова ваша позиция на этот счет? Тут я с вами абсолютно соглашусь, потому что, к сожалению, мы видим зачастую в сети интернет, выбрасывает огромное количество роликов. Причем есть, наверное, какие-то специальные обученные люди, группы, которые провоцируют эту ситуацию, раскачивают эту ситуацию. И дети в силу возраста своего, даже вот не со зла, они просто ведутся на эту информацию и иногда пытаются, наверное, опять же, предполагаю, осуществить что-то подобное. Это, конечно, недопустимо. Это не просто мешает, это в корне недопустимо в школе, потому что ребенок иногда неосознанно даже может это сделать. А вот я посмотрел, да, там это как-то вызвало какие-то эмоции, а ну-ка я попробую это свершить вот в таком ключе. Поэтому здесь, я думаю, однозначно, забред будет только на пользу. Вы понимаете, тут должны работать все службы, должны работать психологи, должны работать родители, должны работать учителя. И вот все мы вместе, да, мы, конечно, придем к тому самому правильному выводу, который ребенок поймет и нас услышит. И вот у нас все получится. Если мы будем, как в басне «Крылова лебедь, рак и щука», да, вот тянуть каждый в свою сторону, баклажа останется на месте. Часто ли учителя сталкиваются с такими рассылками и становятся жертвой видеосъемок? Вы знаете как, нас бог миловал, у нас этого нет, поэтому мне сложно судить. Тем не менее, всегда на педагогических советах мы постоянно обсуждаем этот вопрос. У нас есть локальный акт о запрете мобильной связи еще до принятия всех соответствующих нормативных документов. Мы обсуждали это много раз с родителями на общешкольном родительском собрании, на управляющем совете. У нас есть понимание со стороны родителей, нас в этом плане родители очень поддерживают. Если есть какие-то вопросы, пытаемся убеждением снять какие-то проблемы, чтобы их не было. И пока на сегодняшний момент, ну, пока мы нормально работаем. А вообще, учителя защищены от своего рода провокаций со стороны детей? Я не беру сейчас в расчет именно видеосъемку. Или все-таки нынешняя система образования предусматривает, что учитель как-то остается какой-то такой социально незащищенной категорией? Вы знаете, вот сейчас очень много говорят о том, что учитель социально незащищен. Я вот 37 лет отработала в школе, в принципе, сейчас за счет интернета, конечно, все стало намного сложнее. А ведь, по сути, в любые абсолютно периоды, да, можно рассмотреть, какие-то провокации всегда со стороны детей были. Они были по-разному как-то в модификациях каких-то, но они были. Я не могу сказать, что сейчас дети вот просто целенаправленно пытаются как-то спровоцировать ситуацию, да. Я думаю, что этого нет. Дети зачастую, еще раз подчеркиваю, это делают неосознанно. Именно за счет того потока информации, который идет именно с интернета, что однозначно плохо. Ну, я сейчас имею в виду даже не то, что со стороны действий детей, даже больше со стороны действий родителей, потому что вот в некоторых областях, не у нас, в Северной Осетии, но были прецеденты, когда родители на личных страничках, в социальных сетях видели там какие-то, я помню, фотографии учителя, где она выставила в купальнике, потому что она вообще-то занималась плаванием, да. Она спортсменка по плаванию. Поднялся большой бунт, как вот, ну, она учитель, она не имеет права выставлять фотографию в купальнике, но это вид спорта, которым она занимается. И дошло до того, что учитель, ну, подписала заявление. И такие прецеденты случаются, то здесь, то там, вот как вы на это смотрите. Ну, понимаете, нужно, прежде всего, каждому понимать, что учитель – это тоже обычный человек, гражданин, и у него есть свое пространство, через которое проходить нельзя, понимаете. Это его личное пространство, и он имеет на него право, понимаете. Почему, если кто-то имеет возможность отдыхать, и все это хорошо и замечательно приветствуется, огромное количество фотографий, а учитель не имеет права со своей семьей отдохнуть, и просто получить положительные эмоции и наслаждаться этими эмоциями – это неправильно. С другой стороны, статус учителя, он, конечно, обязывает. И если ты являешься воспитателем огромного количества подрастающего поколения, значит, ты должен держать эту планку и ни в коем случае не опускать. Вот здесь перегива быть не может. Раскачать ситуацию ведь любую можно, но вопрос, кому это нужно, понимаете. Если мы ставим вопрос, кому это нужно, тогда становится все понятно. А если мы понимаем, что любая ситуация может быть рассмотрена с одной и с другой стороны, и может быть сделан правильный вывод или неправильный в пользу чего-то, вопрос стоит зачем. Закон уже вступит в силу 1 сентября 2024 года, то есть в новом учебном году. А как вы намереваетесь исполнять его, то есть будут детей как-то проверять при входе в школе или будут изымать телефоны, когда их уже увидят у детей, или как будет исполняться закон? Вы знаете как, у нас на уроках дети телефонами не пользуются, у нас их нет. Хотя у каждого ребенка есть телефон в его портфеле. Если в портфеле отключен звук, и в портфеле находится телефон, это его личное пространство, пожалуйста, пусть он там находится, все шесть уроков. То есть фундаментально ничего не изменится? Никаких вопросов, абсолютно, понимаете. Вполне возможно, что он на перемене, хотел позвонить родителям, хотел позвонить своим старшим, просто узнать о здоровье своих родных. Разве это плохо? Это ведь тоже воспитание, это тоже культура. У нас, вот я хочу подчеркнуть, у нас, конечно, особый менталитет, и это нам сильно помогает, понимаете. То есть у нас нет таких вот глобальных проблем, как мы слышим, это вот в средней полосе России. И здесь для нас большой плюс и большая помощь в школе. Поэтому я думаю, что кардинально, вот что мы при входе в школу у детей начнем изымать телефоны, это, конечно, неправильно. И что у нас тогда, коллапс наступит, понимаете, дети когда будут ко второму уроку в школу приходить. Это, конечно, недопустимо. Но поддержка родителей здесь однозначно нужна, потому что, когда ребенок идет в школу, родитель должен понимать, либо он идет с фонариком, и ему нужно только позвонить домой и сказать, уроки закончились, я вас жду, или я иду домой, и родители могут его проконтролировать просто. Либо, значит, у него гаджет какой-то самой-самой последней модели, но он в сумке, в портфеле, и он его не достает до окончания уроков. Тоже никаких вопросов к нему нет. Поэтому здесь должно быть понимание всех трех участников образовательного процесса – родителей, детей и учителей. Раз уж мы заговорили о родителях, как вы думаете, как восприняется эта новость родителями? Думаю положительно. Родители должны быть не просто какими-то сторонними наблюдателями, а должны однозначно поддерживать все то хорошее, что в образовании у нас на сегодняшний день есть. Поэтому, прежде всего, конечно, мы зачастую все вопросы обсуждаем, которые актуальны на сегодняшний день, но на родительских комитетах, еще раз проговорим это, на управляющем совете, на общешкольном родительском комитете, затем на родительских собраниях. И я вам могу сказать, на сегодняшний день, пока закон не вступил в силу, мы уже проработали этот вопрос окончательно. У нас все дети расписались в памятках, родители расписались в памятках, у нас вся эта информация собрана. Сейчас нам опять предстоит общение, окончится четверть, будем родительские собрания проводить. Но как-то у нас нет такой проблемы в этом вопросе. То есть, на ваш взгляд, новый законопроект – это больше польза? Однозначно больше, однозначно. Понимаете, здесь мы убираем ту самую проблему на уроке, которая отвлекала ребенка. То есть, здесь будет полноценный урок, здесь учитель не будет отвлекаться, учитель не будет делать замечания, не будет говорить, почему ты там отвлекся, что ты там прочитал, что ты там читаешь, куда ты там зашел. Это не нужно. До сих пор мы же знаем, что во всех абсолютно школах у нас стояли фильтры со стороны нашего министерства образования, и зачастую нельзя было куда-либо выйти. Учитель не мог, не ученик, и это здорово, конечно. Мы даже иногда получала ситуация, что если мы хотели бы воспользоваться, допустим, какой-то информацией на каком-то образовательном портале, иногда он был просто закрыт, потому что он не попал в тот список, который допустим. Понимаете, мы созванивались. Но это вы говорите про школьный Wi-Fi, да? Да, про школьный, да. Да-да-да. Вот, поэтому здесь как-то не было такой проблемы. И я думаю, что вот все, что касается полноценного урока, ведь, понимаете, урок – это такая замкнутая, камерная, я бы даже сказала, атмосфера, когда вот идет общение, общение детей друг с другом, учителя и ребенка, и тогда получается результат, и результат должен быть хороший, чтобы в это пространство никто не то, что не мешал, даже не проникал. Все хорошо, то, что принимается своевременно, вовремя и качественно, да, что будет нормативная база. Надеюсь, что в нормативной базе будет прописано все, на что мы сразу можем ссылаться. и для нас не будет проблемы, что этого в законе нет, чтобы нам никто не сказал. А этого пункта там нет. Понимаете, чтобы не было перегибов. Вот есть четкость, прописаны все пункты, и всем все понятно. То есть раньше учитель не мог изъять телефон у ребенка на уроке, да? Нет, нет, ни в коем случае. Он и сейчас, по сути, не может его изъять. Это все-таки личные вещи ребенка. Если четко будет прописано вот это нельзя, ты просто ссылаешься, допустим, пункт А, или там пункт первый, пункт А, там прописано, что телефон на уроке отсутствует. У тебя он на парте лежит, будь любезен, убери, пожалуйста, в портфель, за какой портфель, продолжаем урок. Или до урока прошли, посмотрели, ничего нет, никаких вопросов, полноценно начинаем урок. Никто не отвлекается. Понимаете, это очень важно. Потому что урок всего 40 минут, и, конечно, ни в коем случае нельзя эти минуты тратить в никуда. Ну да, это для детей урок бесконечен. Да. А если вдуматься, то что можно? Нет, вы знаете, хороший урок, полноценный урок, интересный урок, он пролетает мгновенно. Ты не успеваешь только глаза моргнуть, и урок закончился. Так, конечно, жалко, и время жалко. А если ты еще отвлекся, это вообще неправильно. Да. Брия Геннадьевна, желаю вам только хороших уроков, которые пролетают. Спасибо. Мгновенно. Спасибо, что пришли к нам в студию.